Музыка Еженедельное совещание правительства Александр Смекалин начал с разбора вчерашней чрезвычайной ситуации. Вчера в 21.35 по местному времени на пульте охраны в здании правительства сработала пожарная сигнализация. Загорелась крыша. Были вызваны специальные службы. Пожар удалось быстро ликвидировать, поэтому никто не пострадал. Произошло возгорание в чердачном помещении, после чего через вентиляционную шахту огонь вырвался уже непосредственно на кровлю. Однако, благодаря слаженной работе команды спасателей, команд пожарных, уже в 22.03 очаг возгорания был локализован и уже по сути где-то в 22.27 полностью потушен. В то он включает, соответственно, уже и скрытые очаги возгорания. Далее чиновники перешли к повестке дня заседания. Члены правительства единогласно проголосовали за внесение изменений в закон Ульяновской области о прожиточном минимуме. Законопроект приводит нормы документа в соответствии с федеральным законодательством. Предлагается провести в соответствии с частью 1 статьи 4.1 закон Ульяновской области о порядке установления величины прожиточного минимума в Ульяновской области. В части уточнения порядка установления величины прожиточного минимума пенсионера на основании правил, утверждаемых правительством Российской Федерации. Все соответствующие заключения положительные получены. Прошу поддержать. Второй немаловажный проект постановления правительства касался перераспределения средств областного бюджета на 2019 год в части внесения изменений по государственной программе строительства и архитектуры региона. За счет сложившейся экономии 1,6 млн. перераспределяются на мероприятие 1,1 млн. на предоставление детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей на компенсацию наем жилого помещения, 900 тысяч рублей на мероприятие предоставления единовременных социальных выплат на приобретение жилых помещений граждан, вострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков. Следующий законопроект вносил изменения в государственную программу региона по работе ветеринарной службы до 2021 года включительно. За счет внутренних перераспределений планируется выделить дополнительные денежные средства на создание и развитие информационных систем, содержание агентства ветеринарии, а также повышение заработной платы работников подведомственных учреждений. Кроме этого, на повестке дня значились вопросы по внесению изменений в законы о государственной собственности, семейных, родовых захоронениях и другие. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов. Новости Улправда ТВ.